Как не все услышали? Жуковский, вы здесь? Да! Отлично! Прикричит друг другу «Ура! Три-четыре!» Ура! Проблема леса – это наша с вами проблема. Мы ее должны решать. Если решается какой-то вопрос, то должно пройти, по крайней мере, референдум в городе, чтобы большинство высказалось за то или иное решение. Мы имеем на это право. И мы должны пользоваться этим правом. Тем не менее, нас никто не спрашивает. Нужно объединяться. Сперва на региональном уровне, дальше на всероссийском и так далее. Только объединение наших сил даст успех. Иначе нас раздавят поодиночке, как вот бьют поодиночке и пролавывают черепа, как они полюбили в последнее время. Если мы плохо защищаем наши права и свободы, то, по крайней мере, может быть защита леса, защита природы – это то дело, которое, в отличие от защиты наших прав и свобод, может нас объединить, независимо от партийных и прочих разногласий. И давайте объединиться под этим флагом. Я коренная жаковчанка. Сегодня еще раз я выполнила свой гражданский долг, поставив подпись «Против строительства дороги через лес». Но сегодня, я надеюсь, вот то количество людей, которые находятся здесь, те средства массовой информации, которые находятся здесь, они помогут нам донести до нашей высшей власти, до властей Московской области, до властей России, о том, что Жуковский, он должен стать реальным центром авиации, а не национальным центром авиастроения, целью которого является прохождение дороги через Саговский лес и больше в никуда. Если власть к нам опять не прислушается, мы еще соберем, будем собирать митинги и организовывать другие акции протеста. Но мы должны добиться победы в этом вопросе. Спасибо, товарищи. Там Рубль Кимкинский, здесь Лесь Жуковского, там под бульбергеры пускают бутылок, и так будут до тех пор, пока мы не объединимся в единую систему, способные сказать власть нет, но более того, способны привести во власть лучших людей России. Итак, митинг решил. Требуем, требуем от Бубовника отказаться от реализации проекта подъездной дороги и инициировать изменения проекта с учетом альтернативных предложений. Второй пункт, требуем от Совета депутатов городского округа Жуковский принять решение о полном запрещении вырубки и попрещении деревьев на любом участке городского леса. Земля и лес в черте города Жуковского являются достоянием всех жителей города, поэтому диктат Мосавтодор при разработке схемы планирования автодорог на территории города Жуковского является незаконным, противоречит нормам Конституции Российской Федерации. право самостоятельно решения этих вопросов принадлежит жителям города Жуковского. Переходим к голосованию. Кто за то, чтобы принять это решение, прошу голосовать. Итак, решение митинга принято единогласно. Опрощение, что, собственно, в нем советует? Там написано, что ни в коем случае нельзя вырубать Казахский лес. Есть совершенно другие альтернативные, в общем-то, варианты. Много людей подписалось против этого? Конечно, очень большое количество людей подписалось против этого. Я даже думаю, знаешь, вот с одной стороны, и сама мэрия там, в принципе, тоже поставлена просто в совершенно идиотские условия. Им самим не хочется лес рубить. Вот самому городу не хочется лес рубить. Но откуда-то какая-то поганая сила лезет, которой нужно деньги здесь отмыть.